Продолжение следует... Значит, мы живем и функционируем в рамках камня-культа. Это означает, что то, что есть на Западе, обязательно нужно делать и у нас. Ну, а наиболее ярким примером такого подхода является конюшенная улица. Малая, да? Это возле ДЛТ. Да. В чем там дело? Там сделали красиво, как и в рамках, но скамейки сделали из мрамора и камня. А поскольку у нас большую часть времени очень холодно, то присесть на эти скамейки невозможно. То есть, с одной стороны, они сделали, как в Европах, но, собственно, функциональная составляющая там отсутствует. Сидеть на скамейках нельзя. Пока что они дерево не облицевали. Вот не облицевали. То есть, сделано все очень красиво, но дерево не облицовано. Сидеть на скамейках нельзя. Цель бульвара в том, что человек может просесть на скамейки и посидеть. А у нас, поскольку мы находимся в ситуации простого, тупого, бездушного копирования, дерево в огне не облицевали. Сидеть на этих скамейках нельзя. Стоят зимой пустые эти скамейки, там, может, тут 20, наверное, и никто на них не сидит, потому что, конечно, сумасшедший что-то на такую... Я что-то там не помню. Там на всех участках, наверное. Да это все сделали. Там где памятник Гоголя, да? Нет, тогда это другая улица. Но подождите, это то, которое ДЛТ. Нигде памятник Гоголя? А там... Конюшина. Конюшина. Там Гоголь и памятник. Так это большая конюшина, значит, я говорю. Там малая, а это большая. Ну, малая. Нет, это гоголь на малой конюшине, а большая конюшина это с ДЛТ. А, в смысле, большая конюшина, или от ДЛТ? Да, с ДЛТ, да. Это, в смысле, про нее, да? Да, я так говорю. Ну, это я отвлекся. Точно так же пытаемся сейчас бездомно скопировать эту ситуацию, связанную с железными дорогами. Высокоростным сообщением. Значит, попытки объяснять людям, что высокоростное железнодорожное сообщение, по большому счету, в России совершенно не нужно, наталкивается. А как же Япония, как же Европа? Но, почему Япония и Япония, например? Да потому что там плотность очень большая, население. И поэтому высокоростное пассажирское движение у них имеет смысл. Ну, собственно, как и между Питером и Москвой. Да, не имеет смысла. Почему не имеет? Потому что... Потому что... Плотность населения там, посередине, нет никакой. Так потому и высокоскоростное, что без остановок доставить пассажир. Ну, так а получается, что оно не нужно совсем, потому что самолет по-любому будет быстрее. Самолет идет 40 минут. Понимаешь, есть понятия разные, понятия связаны с этой стороны. Самолет менее надежный, чем... Почему? Ну, как показывает практика. Ну, не знаю. Как раз в смысле по надежности и по самолетам больше. Там, в смысле, у летного транспорта, там есть такое, что любая авария – это смертельный исход фактически. Но этих аварий очень мало. Вот тут нюансы. Поэтому говорить тут, ну, что имеется в виду, надо уточнять всегда. Да, действительно. Паплю стоимость, опять же. Да. Стоимость, конечно, самолета гораздо ниже. Это безусловно. У нас в стране это не так? Нет. Сокосным сообщением она будет гораздо ниже. Ну, потому что они вот эту трассу Москва-Пикербург оценивают 35 миллиардов. Собственно, стоимость. Без выкупа земли. А, 35 миллиардов долларов? 35 миллиардов долларов, да. Без выкупа земли. Без выкупа земли. Это из Питера-Москвы или из Москвы-Петербург? Нет, это из Москвы-Петербург. Это не из Питера-Москвы, а из Москвы-Петербурга. В смысле, только что имеется в виду, что проекты строительства? Да, проекты строительства. Не, ну там же нельзя учитывать тот котлован, в котором кучу денег зарыли при строительстве вокзала. Я не учитываю. Просто вот такая оценка примерно. Так это где ацент? Откуда все это? Ну, она взята из прессы, но она такая, достаточно разумная. Почему она разумная? Да потому что 50 тысяч, 50 миллионов за один километр. Это нормальная цена, это даже дешево. А ведь можно, это скоростное сообщение, если мы делаем по 400 километров. То есть ты считаешь, что альтернатива такому железнодорожному сообщению, сообщение авиационное? Авиационное. И что если мы находимся в рамках аргокольта и пытаемся тупо и бездумно копировать что-то, то надо сначала подумать головой. И в качестве вопроса взять не отсталую Европу и стагнирующую Японию, а страну и место, которое является, безусловно, цивилизационным лидером. Таким цивилизационным лидером является США. Никакого высокоскоростного сообщения там нет. То, что там Межнью-Йорк и Бостон построили, там и 200 километров в час нету. То есть оно не является высокоскоростным сообщением недавно. То есть она к нам, страна, гораздо ближе по плотности населения, по расстоянию Канады и США. С них и надо копировать, если мы в своей головой думать не можем. А почему ты не хочешь как бы принять культурные некого рода традиции? У нас почему-то считается, что железнодорожный транспорт, он и удобнее, и безопаснее, и прочее. Ну так это... И население на самом деле... Ну мало ли что считается. Но можно уже исходить из фактов, как на самом деле. Не, ну удастся переломить тренд, пойдут люди летать на самолете, если сделать билеты на самолете дешевые. Так они и будут дешевле. Просто ты когда будешь квартиру в скоростной магистраль, чтобы они у тебя была цена, она же сейчас на самолете дешевле, чем на Сапсане. При этом ты это дело датируешь. Ты скрытым образом датируешь. Например, вот настоящий момент, вот Сапсан. Ради него админные пригородные поезда, большое количество других поездов, пущено в обход, через Тифер, по Северу. Увеличило стоимость, количество пробега. Так вы же еще говорите, что они не пьюзовых поезда. Да, и они говорят, ах, у нас при нашей цене, там, по-моему, 4,5 тысячи рублей, мы абсолютно прибыльны. Но это же не правда. Ну вот Саша говорил, ну, наверное, было какое-то технико-экономическое обоснование. Да не было никакого. Ну как, ну просто взяли, волонтаристским методом сказали, будет это и не будет этого, да? И сейчас, все экономическое обоснование, оно говорит, что смысл экономического нам не имеет. За исключением Японии, в Европе, везде высокосновное сообщение, приста цены, да, на него, оно датируется. Мало того, что оно стоило построить, еще приступы датируются специально. Нет, то есть ты считаешь, что и строительство из Москвы в Казань, в скоростном регистрале, тоже своего рода там безумие? Да, я считаю, что это безумие, в смысле. Оно имеет в одном и простом смысле, если мы все-таки собираемся переносить столицу из Москвы в другой город. Нет, ну тоже какой расчет был? Расчет был на то, что у нас, на самом деле, связанность страны, она страдает, да? Попытка объединить страну, как бы, такими высокоскоростными магистралями. А зачем? А почему ее нельзя объединить в самолет с авиацией? Тут возникает вопрос, а какова цель наша? Нет, понятно, что разными это надо методами. Можно авиацией, можно там, железнодорожным сообщением. Сам факт состоит в том, что мы должны строить дороги, чтобы страна экономическим путем объединялась. Она разваливается, да? Есть тенденция разваливания. Ну, этого, на самом деле, тенденции я такой не вижу совершенно. Но я считаю, что если бы у них была какая-то тенденция к разваливанию, она бы развалилась. А поскольку она не развалилась здесь... Не, ну вот Дальний Восток, например, текотеет, как бы, там, к... Никуда он... К президентским странам, к Японии, там, к Китаю. Он текотеет к одной простой вещи, что оттуда народы массово уезжают в центральную Россию, и там остаются совершенно пустые, не ухоженные земли. Вот к этому он текотеет. Сказать, что он к Японии или куда-то к ним собирается присоединиться и пытается от России отвалиться, ни в коем случае нельзя. Ну, давайте хоть подумаем, какой смысл может быть в строительстве. Ну, какие преимущества, скажем так, в строительстве железной дороги, по сравнению, скажем, с этим, с авиационным сообщением. Какие могут быть преимущества, какие можно вывести? Ну, как это нельзя? Значит, когда имеет смысл строить высокоскоростную железную дорогу? Тогда, когда время, где пути на поезде, меньше, чем полет на самолете. Ну, например, у тебя есть два замечательных... Нет, не только. Когда есть необходимость промежуточных... Останавливаться на промежуточных станциях. Самолет не может в воздухе остановиться, как бы, да, как бы... Да, ну, каждая промежуточная станция у тебя, она имеет тот недостаток, что ты, ну, на минут 15-20 тормозишь экспресс. Вот есть такой момент. Вот. А, то есть, сам смысл высокоскоростного сообщения уже пропадает, да? Когда мы останавливаемся на существенных станциях? Да. На важных? Да, да. Вот у тебя есть, например, два города. Челябинск и Екатеринбург. Между ними порядка 200 километров. Безусловно, высокоскоростное сообщение с такой, с некой абстрактной точки зрения, она имеет смысл. С тебя, вот там, у них посередине еще аэропорт. Ты едешь, и ты до аэропорта доезжаешь за 15-20 минут из любого города, а эти два города ты связываешься между собой там за 30-40. Казалось бы, оно имеет смысл. Но опять обобщаемся по опыту США. Американцы утверждают, что подобного рода ниши, в принципе, не существует. То есть, на большие расстояния и на средние расстояния летаем самолетом, а нижние ниши, вот между такими городами 200-300 километров, оно, по их мнению, закрывается обычным автомобильным сообщением. Потому что автобан движет машинами, движущей на скоростью 200 километров в час, и гораздо удобнее, чем железная дорога. Почему? Потому что на железной дороге ты приехал, выгрузил этот чемодан, пошел куда-то, потом ловишь такси или что-либо еще. А ты приехал на машине, и весь мир у твоих ног, весь город у твоих ног. Ты можешь ездить в любую точку. Поэтому американский опыт, который привать хотели на остальных европейцев, и его, посвидетельствует, что высокоскоростное железнодорожное сообщение абсолютно не нужно. Либо мы летаем, либо мы ездим на машине. Посередине нижней ниши нет. Построить обычную многополосную дорогу стоит даже чуть дешевле, чем линию для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Но в наших условиях это как бы не подходит. Почему? Потому что железные дороги планируют, чтобы пользоваться все. Автомобильный транспорт, у нас еще и 400 автомобилей на тысячу человек не стало. У нас только в Петербурге мы только что эту границу переехали, а у американцев по 900 автомобилей на каждую. Вот, такова реальность. У меня еще один довод есть на самом деле, он скрытый такой. В свое время в Советском Союзе был такой, ну как считается сейчас, замечательный вид оружия, как ракеты на железнодорожной платформе. Дело в том, что их было трудно очень засекать, в силу того, что поезда пульсируются часто, да, и непонятно было на каком поезде перевозят эти платформы. Возможно, на самом деле, вот эта дорога имеет как бы второе значение, да, дополнительное, военное. Возможно, на них вот сейчас собирается поставить вновь эти поезда. Я считаю, что это... С ракетными установками. Что это не так? Потому что считается, что это наше вот советское ноу-хау. Что эти поезда, насколько я знал, их никто не маскировал по... А их не надо маскировать, их невозможно отследить в силу мукочистности поезда. Влад, подождите, давайте вот остановимся на этом предположении, что, в смысле, речь идет о скоростной железной дороге. То есть о скоростной, значит, со скоростью где-то более 200 км. Постаровано на них поезда с ракетами. То есть так же они 260 км. Подождите, значит, речь идет о том, что об экономической эффективности и общественной потребности перемещения из одной точки в другую со скоростью 200 км в час. Вопрос не только в экономической, под экономикой всегда присутствуют и другие цели, правильно? Я и сказал, что... А зачем приписывать сюда, значит, это оно... Я сделал предположение, что на самом деле, возможно, кроме эффекта экономического, существует еще государственный интерес, состоящий в том, чтобы обеспечить некую уроду там... Военную, как там сказать... Смысла никакого нет. Там смысл в этих ракетах заключался в чем? Что? Они размастерованы под обычный товарняк. Да. То есть обычные поезда курсируют, и в конечном итоге ты ходь со спутника, ходь, значит, это у тебя там доносители работают, там, хоть это... Определить, где этот вагон находится, очень сложно. Вот и все. Ну а теперь представьте, что в скоростной поезд тоже есть... А зачем? Какая разница? А зачем? А? У тебя десятки тысяч километров железнодорожной дороги, и ты тут построил 500 высокоростной. Тем более, у тебя уже не принципиальный состав. У тебя такой вагон никогда не будет ходить по высокоростной дороге. Да. И наоборот. Ну почему? Есть и специальные какие-то вагоны придумать. А зачем? Ну а зачем тебе это нужно? Нет. Я просто предположение делал. Я не знаю, зачем это нужно. Я пытаюсь, кроме экономических... Складывается впечатление, что ребята хотят, они освоят только деньги, больше ничего. Нет. Вот я пытаюсь понять, на самом деле, кроме экономического обстоятельства, может быть есть внеэкономическое. Если они действительно хотят куда-то там, между Нижним Новым и Казанью, как говорят, перенести столицу, на самом деле. Или просто это дело сейчас скрывают от народа, по той простой причине, что земля подорожает, да? И тогда, действительно, это имеет некий смысл. Мы строим дорогу к новой столице России, выносим ее из Москвы. Это вот единственный, единственный смысл... А выносить столицу из Москвы, это же тоже полубезумие, да? Нет, нет. Это сделано для того, чтобы ты должен в Москве развивать инфраструктуру. Но поскольку там все уже настолько плотно и дорого, то у тебя строительство каждой развязки и каждого шоссе будет стоить безумного количества денег. Поэтому тебе проще часть населения и столичные функции передать в какое-то пустое место. И построить эти развязки дороги на пустом месте. Это будет десятки, а то и сотни разрешений. Нет, это, может быть, будет в каком-то отношении дешевле, но просто в Москве тоже все построено. Ну и что так, это надо строить. Вся структура уже. Надо строить, потому что ситуация там такова, что город или инфраструктура, она принципиально не справляется с столичной функцией. Давайте вернемся к исходной тематике. Просто почему действительно, кто сейчас, Путин заявил, да, про эту жилетку? Да, но он тут же оговорился, что мы не будем тратить на нем безумное количество денег, нам надо все посчитать, сказал. Ну да, так вот давайте посчитаем. И кто будет считать, где это у нас эта организация? И кто знает хотя бы хоть один этот расчет по какой-то аналогичной ситуации? Ну там ситуация примерно оценивается. Не, ну вот Сапсан сделали. Вы считаете, что он экономически неэффективен? Да, мы считаем, что он экономически неэффективен. Ну как анализы, в том числе экономические. А что ты будешь анализировать? Если вы вот этот круг проблем проанализируете, будет один результат. А если вот этот, будет другой. А если вот этот круг проблем, то будет вообще что-то. Нет, 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 нет. О чем я говорю конкретно? Если ты в себестоимости паровозских пассажиров с Сапсаном добавишь стоимость пустой прогонки большого количества грузов с явным путем, чем мимо дороги Петербург, Москва, то это у тебя один разговор. Если ты будешь считать просто вагон и считать, что инфраструктура, то есть послана к тебе Богом, донатия Богом, то это другой разговор. В этом смысле, конечно, он ретабельный. Они говорят, да, у нас Сапсан ретабельный. Но ретабельный, потому что используют чужую инфраструктуру, инфраструктуру другого проекта, великого проекта СССР, даже никогда не еще царской России. И в результате у нас дорога превратилась в еще более большую пробку Москва-Петербург. А почему? Автомобильная. Автомобильная. Почему? Потому что форумы стало дешевле доставлять, чем железной дорогой. Да, то есть вот эта политика этого Якунина, главы РЖД, это вообще непонятно. Как это так, значит, от Ленинграда до Астрахани стало проще доехать на автомобиле? Это вообще маразм. Ну, это я не знаю по поводу железнодаложного сообщения. Я вообще считаю, что вагоны дальнего сообщения... Ну, в том числе. ...будет всегда дешевле, чем у автотрансов. Ну, я считаю, что и дальнего пассажирского движения быть не должно. Мы либо должны летать, либо ездить на поезде на небольшие расстояния. Либо мы сидим в кресле, никаких купе, плацкатов, ничего этого нет. То есть нигде в мире этого нет. Они стремятся ссылаться на Илогу. Этого нет в мире. То есть есть какие-то поезда. Даже есть такой пассажирский поезд, который идет через всю Австрию. Но это большая редкость и мало кому нужна. Через всю Австрию ты скопаешься в тот километр? Ну, где-то там. То есть есть такая вещь. Поэтому очень полезно бы останавливать подобного рода вредные инфраструктурные проекты. То есть, вот смотрите. Какой смысл было бы иметь на фоне Москвы? Москва-Тула, да? Тульская агломерация, один миллион человек. Даже больше. С Новым Московским. Казалось бы, имеет смысл. Что бы тебе сказали на это дело американцы? Американские сказали, а у вас там 200 километров. Давайте построим четырех- или пятирядную автомобильную дорогу за ту же стоимость. А строить никакой высокоростной железной дороги не надо. Бессмысленно. А зачем? Точно так же Ярославль, 700 тысяч человек. 250 километров примерно от Москвы. Ну, казалось бы, самой судьбой предположено для того, что строим высокоростное железнодорожное сообщение. Опять ответ по-американски. Он говорит, а зачем вам это? Постройте новое высокоростное шоссе. Это будет дешевле и удобнее. Так нет, подождите. Вообще, вот тут, понимаете, там американцы и так далее. Вот если вот эти, 250 километров, да? Осква и Ярославль, да? Да. Вот сейчас скорость, значит, поезда равна 60 километров в час, да? Да, да, да. Это еще очень быстро. Четыре часа, значит, преодолеваем, да? Да. Значит, ну, 60 километров – это не технический предел, да? Да. Так сказать, это. А что мы построим? Значит, отдельно выделенную полосу и так далее, все это. Будет 300 километров. А? Будет 300 километров. Значит, мы доезжаем за 55 минут. Да, да, да. Значит, вопрос в том, что мы экономим? 55 минут и 2 часа там – это вещи-то несоизмеримые. Вот я буду… То есть, соизмеримые, так сказать. Ну, соизмеримые вещи, близкие. Ну да, но ради чего? То есть, в смысле, вот… Вы говорите, не соизмеримые, значит, это слишком отличается. Нет, смысл, безусловно, в такой скорости он имеет место быть. Это означает, что любой нормальный Ярославец получит возможность трудиться в Москве. Он живет в Ярославле, а трудится в Москве, например. То есть, вот такая, такая, такая вещь. Это действительно имеет определенного рода смысл? Ну, это имеет смысл, если там бахтовый метод. Да, это быстро, быстро проезжают. Да, действительно, железнодорожные, железнодорожные… Ну, не каждый день. Ну, быть можно. Все равно так быстро, быстро доехать – это действительно удобно. Это реально удобно очень. Это была бы неплохая вещь между Ярославлем и Москвой. У меня все-таки сдаётся, на самом деле, что железнодорожный транспорт в военном отношении удобнее, чем шоссе. Почему? Ну, не знаю. Вот были недавно учения, они показывали там, там все переваловалось на железнодорожном транспорте, все эти бронетранспортеры, танки. Ну, понимаете. А где учения-то были? Ну, вот недавно было, где-то там, на Дальнем Востоке. Может, там нет дорог? Ну, после Транссибирска одна. Просто у нас так уж завелось, что дорог нет у нас. Да. Ну, да. 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 Но если ты возишь только что-то такое большое, насыпное и дешёвое. Так смотрите, высокоскоростной регистратор можно использовать днём для скоростных поездов, а вечером для товарников? Нет, она совсем по-другому устроена. Ночью. Она устроена по-другому. Энергосотран. Она принципиально по-другому устроена. То есть она ночью проскаивает точно. А в чём там принципиально? А? В чём принципиально по-другому устроена? Ну, другие кривые. Другие токосъёмники требуются. Какая разница, надо как-то унифицировать это все, чтобы товарняки можно было пускать по этому. Не надо на большой скорости пускать. Ты к старому вопросу возвращаешься. Рассвет высокоскоростного сообщения в Европе начался с того, что они построили железные дороги принципиально только для высокоскоростных поездов, а не для каких других. Ничего там нет, только высокоскоростные поезда. Конечно, с точки зрения перевозки грузов, как в Америке, там же весь автомобильный транспорт переводится. У них есть специальные тракты, там огромные. Почему? Там железнодорожные перевозки очень большие. Да, у них, если ты знаешь, по сравнению с СССР, сеть железных дорог была больше в 2,5 раза. Да, да. Значит, они развиваются, эти железные дороги? Сейчас нет уже. Нет, в смысле была, а вот на... Она была очень здоровенной, много чего возникнет. Прям не знаю. Ну всё? Ну так чего? Ну то есть, вывод очень простой. Мы тут с Убором поговорили. И надо задуматься над этим вопросом. Нужны ли нам вообще какие-либо высокоскоростные железные дороги, либо это глупые и бессмысленно потраченные средства. За такие деньги много в стране можно сделать полезного, нужного и приятного. Всё. Техни экономического установления, любую задачу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok